Что такое овсянка? Овсянка это овсяная крупа, очень похожая на пшеницу. И очень часто овсянкой называют овсяные хлопья, то есть геркулес. И каким-то странным образом полезные вещества, которые содержатся именно в овсяной крупе, стали приписывать овсяным хлопьям. Чем же они отличаются? Овсяная крупа обрабатывается минимально, как любая другая крупа. С нее снимается верхний слой и соответственно все полезные вещества в ней сохраняются. Каким же способом получаются овсяные хлопья? Для начала овсяную крупу обжаривают, причем очень сильно. Для чего? Чтобы крупа не прогоркала после обработки. Затем отшелушивается верхний слой защитный. И таким образом удаляется большая часть витаминов и клетчатка. После этого ее расплющивают. Так вот вопрос. С чего вдруг геркулесу стали приписывать свойства овсянки и говорить о том, что эта субстанция очень полезна? Да, овсянка настоящая. Это очень полезная крупа и очень полезная каша. И действительно, много-много веков в Англии ее употребляли на завтрак. И это считалось очень сытным завтраком. Сейчас же каким-то странным образом геркулес стали принимать за овсяную крупу. Поймите, что так называемый доширак, макароны быстрого приготовления, что геркулес, по большому счету, это одинаковые субстанции. С той небольшой разницей, что в овсяных хлопьях немного сохранилось веществ полезных для нашего организма. Но по факту это все те же пустые калории. Поэтому давайте не будем путать настоящую овсянку с геркулесом или так называемыми овсяными хлопьями. А я могу сказать вам, откуда появилась эта любовь к геркулесу. В начале 90-х годов так называемые журналы мод в то время начали публиковать рецепты красоты, которые якобы делали Афродиту такой привлекательной. И маски, и каши, которые описывались в этих рецептах, обязательно состояли из геркулеса. То есть говорилось о том, что маски сделаны из геркулеса, молотят вашу кожу, а также каша из геркулеса, то есть замоченного в холодной воде геркулеса, улучшат перистальтику кишечника и улучшат цвет лица за счет того, что ваш кишечник освободится. Мне очень непонятно, зачем было это сделано. Хотя, может быть, это было важно для того, чтобы увеличить продажи геркулеса. Я не знаю. А питаться ей проще. То есть залил кипяточком, 5 минут постояла, почти готово. Ну да, конечно, бывают такие крупы, вернее, бывают такие хлопья, которые меньше подверглись обработке, и можно их варить 5-10 минут. А настоящую овсянку надо варить 30-40 минут. Разница понятна. Геркулес – это не овсянка. Не путайте, пожалуйста.